Привет, YouTube! Решаем задачу номер 450 из сборника Демидовича. Вычислить предел. Неопределенность 0 на 0, видим радикалы. И, конечно, мы бы могли поступить так же, как в номере 449, однако корень здесь был бы уже 12 степени, а вычисление еще более громоздкое. Поэтому мы сделаем другой трюк и воспользуемся номером 444. Итак, давайте для начала немного преобразуем выражение и напишем предел при х, стремящемся к нулю. Кубический корень из единицы плюс х на 3, вычтем единичку, далее напишем минус и в скобках корень четвертой степени единица плюс х деленное на 4 минус 1. Таким образом, мы вычли и прибавили единичку в числитель и ничего не изменилось. Числитель такой же, а теперь мы числитель и знаменатель будем делить еще на х. Поэтому я здесь делю на х и здесь делю на х. В знаменателе что получается? Давайте, во-первых, я поменяю местами корень и единичку и напишу корень из единицы минус х пополам, минус 1. Должна еще появиться минус единица как множитель и деление на х, так как числитель мы разделили на х. Поэтому здесь я дописываю разделить на минус х. Итак, давайте поймем, что от этого преобразования ничего не изменилось. Ну действительно, если мы на х домножим числитель и знаменатель, то дроби у нас исчезнут. В числителе разность корней по-прежнему стоит, а единицы друг друга взаимно уничтожат. Ну и в знаменателе при делении на минус единицу мы должны поменять местами корень и единичку, и будет как раз наше выражение. Теперь сделаем еще некоторые преобразования. Давайте вот здесь х разделим на 3. Но чтобы ничего не изменилось, нам нужно умножить на 1 треть. Поэтому здесь я дописываю множитель 1 треть. Здесь аналогично х разделим на 4. Но чтобы ничего не изменилось, множитель 1 четвертая появляется. Ну и наконец, тут мы пишем в знаменателе х пополам. И чтобы ничего не изменилось, нужно еще домножить на 1 вторую. И теперь у нас возникли похожие выражения. Корень n-ой степени из 1 плюс αx минус 1 деленное на αx. Давайте посмотрим, чему равен предел данного выражения при х, стремящемся к 0. Сделаем замену. y равно αx. y тоже стремится к 0. А мы получаем предел при y, стремящемся к 0, корень n-ой степени единица плюс y минус 1 разделить на y. Из номера 444 мы знаем, что это единица деленная на n. А потому у нас существует предел каждого слагаемого в числителе и предел знаменателя. И мы можем их вычислить. Вот это все выражение стремится к 1 третьей. Вот это выражение стремится к 1 четвертой. Потому что здесь n равно 4. А вот это выражение стремится к 1 второй. Потому что n равно 2. И нас не должен смущать вот этот минус. В том замечании, которое я сделал, α не обязана быть положительным. А значит, мы получаем 1 треть умножить на 1 треть, минус 1 четвертая умножить на 1 четвертую, разделить на 1 вторая умножить на 1 вторую. Умножаем на 4 числитель и знаменатель. Получается у нас 4 девятых минус 1 четвертая. А после приведения к общему знаменателю 36, в числителе мы получаем 16 минус 9, то есть 7 тридцать шестых. 7 тридцать шестых это и есть ответ на нашу задачу. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте в группу ВКонтакте и обращайтесь за решением ваших задач.